приветствую вас друзья на канале строительной кухни этот обзор о небольшом компактном комбинированном доме как вы уже успели заметить где первый этаж выполнен из кирпича а второй из клееного бруса начинаем на что я хотел бы обратить внимание в процессе этого выпуска на то что по моему мнению вот эта расцветка на кирпиче является очень сложной опасной и необычной что я имею ввиду есть такие кирпичи которые условно называются двухцветные которые если применяются без проекта ну просто человек там допустим выбирает и строит какой-то такой большой объем могут смотреться не всегда выигрышно потому что из-за своей сложной расцветки и активной динамики создают такую эффект вот пестроты именно этот дом привлек мое внимание потому что наш заказчик смог скомбинировать именно вот эта активность и подуспокоить вторым ярусом деревом вот именно в таком сочетании этот кирпич по моему мнению идеально подходит а вот если представить бы что уже два этажа было бы из такого кирпича то наверное мог бы бы уже и перебор значит кирпич этот у нас завода реки называется он 5 82 31 0 0 0 морозостойкостью этого кирпича 300 циклов марка прочности 200 водопоглощение 68 процентов выпускается этот кирпич в двух форматах в 1 н.ф. и в еврике кстати вот этот дом построен из кирпича евро формата мы сейчас подойдем поближе его посмотрим и у него толщина 85 миллиметров в отличие от 1 н.ф. у которого эти данные 120 миллиметров стоит значит этот кирпич с первого апреля он немножко дорожает 57 рублей это на целый 0 7 формат 4950 все пасмин по ценам рассказал единственное то что по количеству еврика в машину в хоть 9900 штук полноразмерного кирпича 1 н.ф. 7200 пойдемте подойдем к дому поближе посмотрим основные цвета узлы и немножко поговорим о конструктиве сразу какие допустим вот мне моменты бросились в глаза на что я обращаю внимание ну во первых вы видите да что кирпич вот как раз евро формата вот здесь это очень хорошо заметно как раз вот это вот характеристика показатель у него есть 85 миллиметров обычного кирпича это было бы побольше у кирпича условно две рабочие стороны ложок тычок видите он имеет объемный окрас видно кое-где ошибки каменщиков вот в этом допустим месте да где вставили не рабочий тычок вот на это нужно обращать внимание потому что обратная сторона у него имеет окрас тот который нужно дальше на что хотелось бы обратить внимание вот как видите у этого кирпича ангабирование сделано по лицевой стенке на вот она и основное тело кирпича имеет темный окрас я хотел бы дать всем будущим заказчикам рекомендацию в связи с такой характеристикой кирпича делать растворный шов в обрезку по верхней скажем так прям плоскости кирпича для того чтобы у нас не проявлялось основное тело кирпича на котором есть определенные ровности ну то есть представляете если бы у нас сейчас здесь фактически раствор был бы в плоскость вот этих вот моментов абсолютно не было бы вид спали 5 миллиметров вообще делать заглубление но так как в россии очень многие каменщики до сих пор любят класть под пруток соответственно такая форма шва она получается автоматически кирпич фактически является условно двухцветным да то есть видно у него переход от черного к светло-серому еще раз скажу такая расцветка является достаточно активный вообще любой двухцветный кирпич стоит применять с умом и должны с двойным умом потому что он хорошо подходит на выделение эркеров на выделение каких-то там допустим полуколон в многоэтажных домах на выделение каких-то акцентов это идеально подходящий кирпич но когда вы его начинаете примеривать на стены своего будущего дома я очень рекомендую сделать визуализацию могу дать однозначно рекомендацию то что такой кирпич всегда стоит делать на комбинированных фасадах и делать его либо вместе со штукатуркой либо вот как в нашем случае с деревом для первого этажа мне кажется это идеальное решение если хотите сделать какую-то такую активность на фасаде сам дом у нас этот построен из газобетона связи с этим здесь применены естественно как вы понимаете связи и сделано везде продухи вот прошу обратить внимание то есть заказчик молодец не забыл об этом и все это дело здесь благоустроил правильно значит раствор здесь кстати вот про раствор хотел бы еще сказать благодаря тому что здесь светлые швы чем ярче был бы раствор вот вообще чем ярче тем он лучше успокаивает фасад и его дополняет а в случае если бы у нас растворный шов был максимально выдвинут к поверхности то этот эффект еще бы усилился потому что в данном случае за того что раствор имеет достаточно большое заглубление здесь порядка 10 миллиметров все равно сам кирпич и отбрасывает небольшую тень и раствор всегда будет казаться чуть темнее чем он есть на самом деле поэтому если хотите сделать эффект более светлых более ярких швов всегда выдвигаете его как можно ближе к поверхности здесь использованы гибкие связи galen bpl для газобетона они получаются вкручиваются в тело газобетона стоят такие связи мне помощник написали 18 рублей штучка и в вентиляционной коробочке цвет белый цена 60 рублей штучка вот соответственно их обычно устанавливают по нижнему ряду под окнами над окнами для того чтобы у нас воздух получается заходил и циркулировал вот как видите верхнем ряду они тоже присутствуют вот в этом месте видно что кирпич у нас имеет утолщенную лицевую стенку что и безусловно является большим плюсом кстати совсем недавно вышел новый снег где прям уже черным по белому рекомендуется использовать кирпичи с утолщенными стенками не только в частном домостроении но и уже в многоэтажным если раньше это было только для москвы то теперь это уже распространилась и на всю россию я смотрю все больше людей становится поклонниками таких подвесных перемычек да кстати здесь перемычки нашего производства применены бескаркасная да и да простит меня хозяин этого дома может быть он просто не знал не обращал внимание хотелось бы дать одну рекомендацию вот видишь внизу по этой перемычки не очень качественно выполнен растворный шов да то есть он не расшит знаешь почему это произошло потому что когда выставляется опалубка над перемычкой нужно закладывать раствор не доходя до низа приблизительно пару сантиметров вот в данном случае видно что каменщики выставили опалубку и сразу заполнили все раствором и после того как они опалубку сняли вот видишь получается такая как бы примятость на кирпиче с которой уже ничего не сделаешь теперь это только если выбивать и заполнять заново для этого нужно вот у нас кирпич стоит заполнить раствором оставив для этого места после того как вы опалубку снимаете вы потом спокойно до заполняете растворные швы и аккуратно придаете им форму и тогда бы перемычка смотрелось бы аккуратно вот здесь видно видишь такая же ошибка вот раствор прям весь под примят соответственно чтобы этого не было берите на вооружение но здесь это все исправить можно но теперь уже механическим трудом и только попотев вот надеюсь этот совет вам поможет избежать таких недоразумений и лишних трудозатрат надеюсь выпуск вам будет полезен подписывайтесь на канал ставьте лайки ну и посмотрите этот дом теперь со всех сторон до новых встреч пока а вот а у Субтитры создавал DimaTorzok